International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии StarLadder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. ДОБРОГО ВРЕМЕНИЕ СУДАК СЕМ, ДРОГИЕ ДРУЗЯ! Я с вами, вот, сидим Версута, Лост и, собственно, я. Мы готовимся посмотреть очередной день квалификации на такой чудесный турнир, как The International. И у нас, что самое интересное, играет команда MVP Phoenix почти прямо сейчас. Но об этом чуть-чуть попозже. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас тут происходило по ходу всего турнира. И выясним, как эти команды проверялись, наверное, к тому, что у нас сейчас происходит. Да, и вот они, MVP Phoenix и Arrow Gaming. Кстати, вот эти две команды сейчас будут играть друг против друга. Они заняли первые места в групповом этапе. Не обращайте внимания на Минески и Оранж. Они еще катали у нас переигровочки, поэтому у них по 11 матчей. Ну, что можно про них сказать? Ребята, вот как вам MVP? То, что это две самые непредсказуемые команды, которые нас играют всем и удивляют в каждом матче. Однозначно самая веселая команда на турнире. Да, и кто бы мог подумать еще там полгода, год назад, что MVP Phoenix будет у нас участвовать в калах на International. Это раз. И то, что они займут первое место вместе с командой Arrow Gaming в групповом этапе, это два. То есть прогресс действительно налицо. Ребята очень сильно потеют, очень сильно стараются. И вот для них это заслуженное, я считаю, достижение, то, что они вот дошли до стадии плей-офф. Такс. И кто у нас там еще походу играет? У нас играют Минески и Мистраст. Ну, это ребята, которые сумели обойти суперкоманду Orange вчера в стыковочном этапе. Да. Ну, а Orange как вас? Удивили? Ну, по Orange можно вообще очень долго разговаривать. Я думаю, тут у нас уже просто бонапики идут. Можно пару слов еще сказать о командах MVP Phoenix. Я вчера комментировал две игры. Я вообще не думал, честно говоря, что они доберутся до вот плей-оффа, потому что они одну карту выиграли, вторую карту в салат проиграли. Прям в такой салат, что я думал, ну все. Походу, как раз мне повезло на одну из тех игр, которые они проиграют, потому что проиграли-то они всего две. Но в целом, MVP Phoenix, Arrow, я думаю, все-таки Arrow тут потащат. Причем как-то легко. Я не знаю, я так не могу сказать на 100%, но мне кажется, что это тащит Arrow. Да, ну, собственно говоря, у меня тоже есть такое предчувствие, но буду болеть все-таки за MVP, потому что ребята, он как Годхан говорит постоянно, я их взрастил. Это Витя у нас комментирует еще, да, еще с корейских там квал, корейские Никсоны, там, где за них еще Демон катал. Он нормально их там поднатаскал, как мы видим. Ну и вот, собственно, турнирная таблица, то, что мы будем с вами смотреть сегодня и завтра. Сначала, прошу прощения, сначала у нас будут играть Arrow и MVP за выход в гранд-финал. То есть команда, которая побеждает здесь, получает уже поездку в Сиэтл. Гарантированная возможность, да, поехать в Сиэтл. То есть команда, которая сейчас победит в этой Best of 3 серии, она гарантированно едет в Сиэтл, неважно там в каком качестве. Либо же играть со вторыми и другими местами за оставшийся слот, либо же, если победит в гранд-финале, то с гарантированным слотом на мейн-ивент Интернешнл. Ну и, собственно говоря, вот они команды. Я, наверное, тогда буду передавать уже вам окончательно слово, сам буду отсюда сваливать. И услышимся, увидимся уже с вами после игры на послематчевой аналитике. Так что давайте, лост, версута. Спасибо, Роман. Спасибо, Роман. Ну что ж, Джонни, Ланс, Ксянгзай, Дидизет и Мозун против Марча, Хен, Рейзен, Форев и Кюо. Вот такие ребята встретились друг с другом в финале Винеров квалификации НАЗА Интернешнл 2014. Ну и вот статистика. Что ты скажешь по статистике? Ну то, что Аэра у нас лидирует по всем показателям. Причем лидируют они вполне заслуженно. Они блестяще выступали как на протяжении последнего полгода, так и на всем этом турнире. Поэтому MVP единственное, где они хороши, это в GPM. То есть по XP они солидно подтягиваются за этой командой. Ну ибо на пике. Тренд, Фура, Рубик, Ликан. MVP кричат, говорят, ребята, держите свои товара. Мы их придем забирать очень рано. Аэрау Гейминг взяли в Рейс Кинга, Дарк Сиро, Эншент Апорейшн, Вивера. То есть Эншент Апорейшн, Вивер это такая некая комба. Там же, если чинилин тач повесить, то две эти тычки с чинилин тач от Вивера будут влетать очень больно. И вот что-то мне подсказывает, что тут может быть даже какой-то... Хотя нет, но получается Эншент Апорейшн, Вивер и в Рейс Кинг это, наверное, 3-план такая будет? Да, это уже одна из самых потенциальных сильных, один из потенциальнейших сильных крипалейнов, где приходит у нас Ликан, и он фактически не может подойти к крипам. Тут мы видим то, что связка у нас не была... Ни разу использована. Ни разу использована, да, но учитывая тенденцию, с которой у нас в Рейс Кинг врывается в каждый пик, то сейчас у нас будет и новинка, инновация, произведение. Ну, тут самое жесткое. Я на секунду просто задумался о Тускаре, что, может быть, его возьмут под Эншент Апорейшн Вивера, но по идее уже есть Рейс Кинг, и, наверное, просто Тускар тут пихать-то и некуда. Так, дефить-то особо нечем. Есть у них только единственный на дефе Дарксир более-менее нормальный. Ну и что-то там Эншент Апорейшн будет делать, но только пока он получит свой ультимейт, вполне вероятно, что попадает огромное количество товаров. Никс Ассина MVP Феникс забирает, укрепляют свою агрессию. Теперь, помимо того, что они могут пушить, они еще и могут убивать. А учитывая, что есть фура в помощь к Никсу, то убивать будет еще проще. И последнее слово за Aero Gaming. Ну и быстренько по банам. Батрайдер Эмбер Спирит, банш Пугно. То есть на второй стадии они поняли, что надо банить все, чем можно их запушить. И забанили как раз-таки именно баншу, которую MVP очень часто пикают для своего игрока Марча. Last Ban Brewmaster. MVP Феникс, Инвокера, Думбрингера забанили на первый. На второй Тинкер, Сэнд Кинг. Ну, Тинкер это тот, кто может дефить достаточно долго. Сэнд Кинг тот, кто при дефе тоже, если ворвется с даггера, мало не покажется. Ну и Пак один из тех героев, мидеров, которые дефят очень даже качественно. Ну и как раз-таки мидера не хватает у Aero Gaming. Да, хочется добавить то, что мидер нужен лютый, который способен комбинировать себя под Дарк Сиро с Эншин Дапаретом. И также отбиваться от пуша MVP Феникс, потому что сейчас у нас связочка действительно лютая. У нас... Рейзер. Да, он, конечно, не совсем комбинатор под... Получается, не совсем комбинатор под связочку. Я бы сказал, он вообще не комбинатор, в принципе, тут вообще непонятно, зачем он взят. Я бы даже так сказал. 33% винрейт. Не самый приятный. Ну, три игры всего было сыграно. Слушай, пик Aero Gaming, мне кажется, полностью провальный. Они с таким пиком сделать вообще ничего не смогут. Если только затащат на скилле, пока вот я не знаю, надо первую игру откомментировать, посмотреть, как они друг друга. Потому что все-таки, когда только-только начинались квалификации, команды еще только разогревались. Как по мне, многие команды в течение квалификации только росли по скиллу. И вот сейчас они дошли до определенного уровня. И уже будет видно по первой игре, кто из них по скиллу впереди, кто уступает. Или, может быть, они вообще на одном уровне и решать будут пики. Вот посмотрим. По пику я даю свое предпочтение однозначной MVP. У Aero Gaming пик выглядит как-то непонятно. Ну, пока единственное преимущество, одно из главных преимуществ пик Aero Gaming, это то, что у них сильнейший ледгейм. То есть у нас есть три кэри, причем таких три довольно жадных. Ну, два довольно жадных кэри, при этом у нас еще есть Darkseer аппарат, это два мощнейших кастера. Но для того, чтобы все это прекрасно работало, нужны лвела, нужны айтемы, нужно очень много. Не профукать базу еще нужно. Да, а MVP многого не нужно. Здесь фактически все, что необходимо, это Ликантропс, Некр 3 и все остальные товарищи, которые будут развлекать по карте. И для Aero нужно будет проявить характер и сделать лютый дефенс. Чекнули Рошана сразу сходу, мало ли вдруг MVP. И решат нахалявить. Джонни у нас будет играть на Врискинге Ланс Вивер. Ксянг Зайн Зай, боже ж ты мой. Дарксир, Мозун на Эншент Апарэйшене. И остается DDZ Рейзер. MVP Марш у нас играет на Ликантропс, на Тренд Протектере Хэн, Кьюо на Нюхс Ассасине, Рейзен на Рубике и Форев на Форевне. Ну и команды разбегаются по лайнам, до выхода крипов никаких стычек нет. Да, первый момент, что мы хотим, что хочется отметить, это то, что Aero пошли в агрессивный трипл лейн, потому что у MVP у них слабость, у них Ликантроп Тренд, уже два миличника и все это под одним Рубиком. Саппорт довольно слабый, у которого ноль армора на первом левеле, да и который еще взял сапог. И этот лайн можно хорошенько напрягать. Тут у нас в центре выход на Нюкса, но как по мне это такой себе выход все-таки. Нюкс, столько армора, столько регена, столько армора. Да, и есть чем еще отбиться на всякий случай, там какой-то Станчик или Карапаси. Поэтому тут без вариантов. Ну и понял это в Рейс Кинг, сразу отправляется на топ. На топе его ждет трипла, которую они решили загнобить. А вот это, кстати, очень хорошая затея. И если Ликана вначале задавить, не дать ему с первых минут покупать себе те айтемы, которые ему нужны, и соответственно еще и пушить Тауэр, то оно может выстрелить. Да, пока мы видим, что стреляет. Мы видим, что ставки на ночь. На Тулаунж 37 на 63. Вообще никто не верит практически на MVP. Ну и Егейминг Бэтс. Ставочки тоже довольно высокие, если делать их на MVP. Коэффициенты очень серьезные. 2,7. Так подумал, подумал. Может быть стоило. Ну, пока однозначно нет, потому что вообще я смотрю на азиатские клавы и понимаю, что здесь реально рулетка. Здесь каждый выигрывает каждого, причем каждый раз у нас непонятные пики. И такая движуха, поэтому здесь ставочки лучше не рисковать делать. Рандом. Это как на прошлом интернешнле, он нас ввел, делал ставки. В один момент он понял, что на одну команду вообще не заставить ничего. Это была LGD. Которые то в один момент убивали грантов, там, грантов, которые занимали там топ-3, топ-4, то проигрывали там каким-нибудь Дигнитос и прочим тусовкам. То есть сделаю такое. По лайнингу у нас видно, что сейчас Эра выигрывает фактически все три линии. Снизу у нас стоит Доксил против Фуриона, и он отлично себя чувствует, забирая фактически, ну, добиваясь 100% крипов. В центре у нас стоит Разор против Нюкса, и Нюксу очень неприятно, вот, ну, в такой ситуации, поскольку Разор у нас забирает фактически весь ДМ еще сверху. Воу, воу, ФБ. Да ладно. Да, и сверху у нас подходит Трубик, подходит Трубик, получая, Стану умирает. Ты его в Райскин застанял? Ну, Ману ему, да, не хватает. Судя по всему, так оно и есть. И смотришь на MVP, ощущение, что они не хотят менять, они не хотят что-то делать, производить какой-то ол-ин, хотя им это надо. С каждой секунды их пассивности наверху, Вивер получает все больше фарма, и это им не место, потому что Волк у нас добивает двух крипов, и нужно срочно делать какие-то перемены. То есть, есть у нас Фурион, который может прилететь наверх, также есть Фурион, который может прилететь наверх, стоять и MVP там, ну, по другим лайнам отослать, то есть, нужно что-то, сделать что угодно, потому что сейчас у нас Волк делит экспу на троих. Ну, тут на крайняков Шеликана можно в лес отправить, да, и пусть эти два саппорта тут стоят, терпят, но тоже не самая, конечно, лучшая идея, MVP просто-напросто рискует на ранней стадии вообще ничего не запушить, а в лейте мы уже отмечали, то что АРО Гейминг посильнее будут, так что, ну, вот уже начинает Разор напрягать. Ну, в отличие от Разора, Никс будет гангать, и у него есть для этого потенциал. Тут пока, ой, как ему больно, боже ж ты мой, тут вопрос в том, вот, очередное нападение, Марч подстрял, его забирают под Ливен Армором, дерется до конца, умудряются сделать килл, конечно же, Ликану тоже без шансов, прилетает Фурион, пытается взять Фрескинга, откидывается станом, Фрескинг тоже минус, и переключаются на Вивера, Вивер пытался тут кого-то убить, ты посмотри, как грамотно заблочил, а Ланс, вместо того, чтобы бежать сразу в эту сторону, достаточно долго думал, получает кучу тычек, но выживает. Да, размен достойный. Да, Фурион, Фурион начинает у нас делать выпут, проявлять агрессию, и, в общем-то, делает он правильно, потому что сейчас любой размен на арку для МИП. Даже Дарксир у нас получает какую-то часть левела снизу, но нужно заставлять противника шататься. В итоге у нас волк воспользовался временем, и уже стоит снизу против Дарксира. Да, ну а что, он умер, ему в любом случае нужно было покупать скролл куда-то перемещаться, и он решил переместиться вниз. Что будет делать Фурион? Фурион с фейзами. Фуриону можно, на самом деле, даже пойти на топе постоять, не обязательно бежать в лес. Ну, Фурион может у нас вообще куда угодно пойти, учитывая, что Нюкс уже почти 6-й левел, и сейчас можно будет легко комбинировать с чем угодно. Да, вот Фуриону надо еще 6-й левел поднять, и тогда ганги можно реализовывать очень качественные. Да, сейчас у нас МП работает над тем, чтобы заставить противника просто перемещаться по карте. Если у них это получится, и вся расстановка будет нарушена, то для Нюкса создастся огромное пространство, где он сможет нападать на кого угодно. Пока у нас идет такой дефолт 3-1-1, то убить кого-то вообще нереально, потому что Дарксир снизу кидает щитки, Разор снизу, ну в центре он вообще в тузу вылупил, а сверху с центря. Та самая. И вся. И никак. Ну вот, сидят просто под тавером MVP и пытаются просто получать какой-то минимум, хотя бы что-то. Так, Курьера. Ого. Курьер может умирать их топ-тауэр. Куяр просто умер на центре. Разор высасывал демиши, и он подошел. Сделал походу тычку одну. Так, здесь прям давят за тавер. Рубика пытается забрать, откидывается скиллами, умирает, но для Вивера легкие деньги, уже в который раз уходит под Шукучами. Бежать, бежать, бежать. Маны больше на Шукуче нет, трента протекторы тоже убили. 2-0, никого пока не потеряли, но Вивер рискует отъехать, если его сейчас получится подцепить. Вивер решил подраться. Вот это была точно ошибка, уходит под Шукучи, хватило Маны копейку, фура летит, думая, что за спину, но на самом деле не в ту сторону он полетел, Вивер побежал, побежал отсюда. Он еще и фармить будет сейчас? Да, естественно. У него же два кольца, он от Сластелин. Да, легенится быстро. И в первую очередь, что ты об этом думаешь, зачем сюда прибежал Волк, потому что Волк встал снизу, Волк получал жизненно важный левел, а теперь он пролетел наверх, ничего не сделал, и он уходит в лес. Но он походу понял, что против Дарксира ему там тоже мало что светит, ДС уже достаточно жесткий, потому что это попошел в лес. Приезжали ДАС, начинают его нажать птичками, и Вивер умирает. Наказали у нас Малого, нельзя так нагло. Ну да, у него не было Маны, он... Да и ХП у него там практически не было. Слишком нагло играл. Ну и пришел сюда в Разор, просто забирает фарм, по сути, его вот эти вылазки ничего не приносят, а тем временем Никс уже почти седьмой левел. Сейчас вот ему чуть-чуть буквально добить, и надо идти гангать. Хватит уже сидеть в миде, ничего не делать. Да, для Никса пока рай, потому что у нас, ребята, довольно тощие, все невысокого левела. Фурион у нас также имеет... Фурион у нас уже почти седьмой на пару с Никсом, но можно забирать кого угодно. Нужно что-то придумать с Дарксиром снизу, потому что вот... И пока у нас Дарксир стоит снизу, это одна точка, которую загангать вообще нельзя. То есть он стабильно будет упрощать задачу для защиты для Aero Gaming. Вот у нас Нюкс идет. Это тут интересный ультимейт Фуриона, чтобы на топе, видать, задефить линию. Так как мы видим, регена у нас мало, то есть раз Зору, у Рейскинга и у остальных товарищей его нет, то Харас здесь это главная часть для Aero. Тут у нас также бегает аппарат. С формой на Рошана боятся, что вот так рано будет убит Рошан. Вот Нюкс у нас хостой. Идет, идет, видит аппарату на цену. Заранее нажал Виндетту. Это, конечно, очень интересно. Причем очень заранее. Он пока сейчас добежит, она закончится. Странновато. Интересный момент. Да, он получил реализовать Виндетту не то, что не удалось. Он вообще даже не попытался ее реализовать. Для чего он ее заюзал? Может, мискликнул? Непонятно. Рубик подтянулся в мид, но его видно, поэтому ничего неожиданного не будет. Но пока 4-3, посмотрим на графики, что они нам показывают. Ох ты ж, ничего себе. 4 тысячи за 8. Ну, 2 тысячи экспы. Либо графики врут, либо я чего-то не понимаю. Ну, откуда столько много-то? Ты крипстат. Если мы глянем, то слишком много. Ну, а сэро выиграли абсолютно все три линии, потому что у MVP была уязвимость, причем огромная. И сейчас для MVP нужно начать шатать противника. Есть у нас форион, есть волк. Есть эти два героя могут фармить как свой, так и варжерский лес. И все, что надо, это начинать где-то пушить, потому что против пуша у эры геймок откровенная слабость. Буквально один герой способен шатать. 8 матчей и 100% винрейт. Рубик 4 матча и 100% винрейт. Да, но винрейты, конечно, жесткие. Просто взяли по хардкору все то, чем выигрывают. Причем выигрывают 100%. Серьезно. Дарксир. Ну, у него вроде уже там мека летела. Да, так и есть. Мека имеется на 9-й минуте. И тут уже начинаешь понимать, что пуш MVP, он не то, что захлебнулся, он даже и не начался, не начинался, в принципе. То есть, опять курьер умер. Да что ж такое-то, а? Все же все курьеров этих убивают. Несчадно. Прям за Тауэр забежали. Ультафуры прокатываются больно, но есть мека-телекинез. Дарксир ставит стенку. Стенка практически бесполезна. Разор вытягивает дэмэдж. И по голове, по голове Рубику еще буквально на ту тучку под Карапаси попал. Чуть сам не отъехал. И теперь еще и Никс Асасин попадает под фокус. Фура запер двоих. Но вместо того, чтобы отступить, они решили подразнить Разора с таким дэмэджем. И это может печально для них закончиться. Разор попал под станчик. Ливинармор. Разор разваливает одного-второго. Умирает. Марч. Тоже минус. И заперли Дарксира. Но этот парень железобетонный. Его уж точно никто не пробьет. Да и в него и спелов мало тратили. У него уже Мека успела откатить за этот файт. То есть этот файт по сути длился больше 45 секунд. Неплохо. Неплохо. За Тауэром погуляли сейчас Ароу Гейминг. 8-4 становится счет. Но Тауэр сам не упал. Осталось 160 хп. Благо не денаебл. На топе все это время можно сказать АФК стоял Вивер. Против крипов гейминг у него тут. Тауэр топ Тауэр и ты знаешь дрилл. Сивкой в итоге напиливает он очень и очень жестко и MVP нужно начать бегать. То есть они это понимают. Начинают бегут вниз в центр. Причем почему-то это не Фурион и не Волк а Нюкс с Рубиком который начинает спит пушить Тауэр. А Фурион у нас ушел в свой лес фармить а Волк ушел сверху пусить. Сейчас у нас Ароу полностью переигрывают. Снизу интересная ситуация. Тауэр прям 100% оставляли именно Розору. Прям посмотрел на это. То есть чтобы максимум денег он вытянул. На 12-й минуте Нетворс Розора составляет 5000 что очень даже неплохо. У Вивера еще 5600. Рапасси подрубается кидывает в Рейс Кинг стан. У него есть ультимейт но его даже походу его даже не придется тратить. У него все в порядке. Джонни будет жить. Его еще и фласочкой восстанавливают. И кстати он не обузит ПТ на ловкость. Там все такое. У Эра в отличной ситуации то что у них есть Ластил. Ластил Рейс Кинга. То есть теперь у нас да. Ребят здесь трэнтап ну и походу он тоже приплыл. Юзает инвизитс но инвизитс даже закастоваться не успевает без шансов для трэнта. А если они трэнтап вот так вот быстро на 12-й минуте убивают которого там под кассарь хп я даже не знаю что тут в принципе у МВП какие вообще перспективы. И вот тут у нас статистика Вивера ДС Аэрозора 100%. Ну там 2-1-2-1 то есть по таким вот по такому количеству игр особо аналитику провести но в принципе вообще МВП показывали МВП Ооо Что там в игру? МВП и Арао показали что на этой квалификации они сильнейшие. Но, так скажем, друг с другом, если сравнивать их скилл, то вот по первой игре пока видно, что MVP даже рядом не стояли, либо они не то взяли и поэтому у них грань идет. Опять же, я когда комментировал два матча подряд в первый день, там в первой карте они выиграли практически в салат, а во второй карте также в салат проиграли, что тоже о чем-то говорит. То есть ребята либо по пикам там как-то не так разбирают и проигрывают, либо зависит от команды, против которой играют. Я думаю, что скорее всего в этой игре у них отчасти пик провалился, но... Я бы еще сказал, что у них лайнинг провалился, потому что на самом деле они поставили некомфортно всех своих героев и по итогу у нас эра начинает давить. То есть такими выигранными линиями, когда ты доминируешь на 7500 уже в 13-й минуте, то драться фактически нереально. Волк у нас только 8-го левела, у него 1 ПТ, у него нападает РСК, начинает бить Маша очень больно, Маша подходит ультимейт аппарата, залетает вивер и начинается драка. Забирает у нас Рубика, тренд протектор убегает и... Упал еще и тавер, Никсус Асин откидывается станом в надежде убежать отсюда, ну и в итоге все равно умирает. Просто дал моноберн перед смертью. Без шансов, 12-4 за 14 минут, при этом сломали еще 2 тавера. Изначально пик MVP казался реально очень грозным, но потом я посмотрел на лайны и понял, что, так скажем, недооценил. Да, и больше ничего грозного нет, да, потому что волк, который стоит и терпит, и при этом делит экспу на троих, он... Он такой себе волк. Он вообще никакой, да, потому что ему необходим фаз 7-й левел, причем настолько это возможно, а в итоге он получил 7-й левел, когда там уже Разор, Дарксир были там 9-й и 10-го. И они уже в туз лупили этого волка. Да, у Waro Gaming тут в этом плане все было продумано по лайнингу, везде Разор в миде загнобил Никса, тут без шансов. Фурион Дарксиру не проиграл линию, но ДС себя чувствовал просто очень хорошо, очень быстро выфорнил свои айтемы. Ну и также трипла на топе загнобила легко вражескую триплу. И теперь у нас у Никса огромные проблемы, потому что он как бы, его задача гангать, его задача убивать, но есть два момента. Первое, MVP не пушит ни один лайн, то есть MVP сидят в твоем лесу, и естественно, Нюкс один никого не убьет, а убить кого-то, пока вся твоя команда находится в своем же лесу, убить невозможно. И второе, эры сейчас уже настолько сильны, что они пушат, следовательно, в принципе, им не имеет смысла разделяться, и вот они, как мы видим, в очередной раз идут по центру. И теперь у нас Нюксу, смотришь на него, в этот момент думаешь, пакуйся, бро, пакуйся там на 3-4 брасера, пакуйся еще на все остальное и принимай удар в лоб. Потому что сейчас мы дальше, вот если глянем, волк у нас продолжает фармить леса, сверху у нас бегает одинокий разор, которого в идеале бы, конечно, загангать, потому что пока вот... Ну, пока сам, не особо стесняясь. Потому что он бегает один сверху, и игроков за такую слабость надо наказывать. Ну нет, наказывают у нас Рубика, врываются, у нас у него в райскин по счету, он стягивает Рубика, Рубик минус, так же гонится за Нюксом, и Нюкс умирает. Вот что делает Нюкс на центре, где находится большая часть команды эра, вообще неизвестно, когда вот сверху у нас... Ну, мне кажется, MVP уже просто поплыли, там на одной части карты отдается тренд, на другой части карты Нюкс и Рубик. Они уже, мне кажется, не видят, в принципе, вариантов, при которых можно тут как-то потащить и делают что-то, что-то делают. То есть не пишут ГГ, но и делать, по сути, ничего не делают. Да, ну, а делать надо, на самом деле, потому что если сейчас они не выиграют каким-то гангом, то потом они не выиграют драку вообще никак, и пора бы сплиттушировать. Сейчас единственный шанс, при котором могут выиграть MVP, это если Arrow Gaming встанут и на их место сядут оранжи. Это единственный вариант. Да, это единственный вариант, потому что эта игра у нас затянется минут на 30. И можно еще этого товарища Иисуса вместо кого-нибудь из MVP Gaming, вместо любого вообще. Да, вместо волка, который пойдет, убьет курьеров, убьет всю команду и в позиции. В очередной раз у нас находится в позиции Arrow Gaming, MVP подходит дефить, но они самоубийцы, потому что дефить здесь вообще нереально что-либо. И нужно разбегаться по другим лайнам. Волк это прекрасно понимает, у него здесь Владимир, он начинает пушить вверх. Снизу также пролетает Фурион. И вот наконец-то, наконец-то у нас MVP начинает делать хоть что-то полезное. В итоге Фурион забирает у нас нижнюю вышку. Сверху волк начинает пилить топ, но... Что-то пилить как-то... Интересный мув у нас был от Марша, он чуть не умер сейчас, да. Но все хорошо. Ликан царапает Тауэр в страшном сне, такое не приснится. И пошли на Роша, на Arrow, поняли, что преимущество у них имеется. У Рейскинга промакшен Аура, ну и можно спокойненько ломать ему кабину, не напрягаясь. Интересный у нас выбор от Разора, он собирается Анжиашу. Понимает, что фактически ему не нужны никакие ХП, вообще ничего, кроме скорости бега, для того, чтобы догонять противника и убивать, потому что MVP сейчас от них только бегают. Ну и побив Рошана какое-то время, они почему-то взяли и ушли, хотя... Ну, на самом деле, все правильно сделали. Уж им этого Рошана убить ничего не стоит, рисковать лишний раз. Опять же, да, там о MVP, по сути, ООЕ не так много, но... Я просто смотрю на героев MVP и понимаю, чем тут рисковать вообще-то. Ну, вообще-то, вообще-то. Вот нас Никс рискнул. Не хотят вообще даже там какой-то шанс, даже какую-то единичку возможности предоставить MVP на непонятную победу. Опять же, тут, даже если Никс даст по всем стан, все. Даже если дерево по всем стульту и вообще все герои дадут все по всем, по-моему, уже нюков не хватает, чтобы все это убить. Поскольку у нас ребята слишком одеты. Зато Фурион, вот Фурион свое дело знает. У Фуриона уже Некробук 3 и нужно дальше идти давить лайны. Все-таки против сплитпуша у Aero Gaming все... Все не так хорошо, как хотелось бы. Четыре игры, Винрейд 0, Тарксир, Вивер и Ancient Operation. Да, но здесь мы видим, что пока в этой связке все хорошо и она действительно доминирует на нашей сцене, потому что... Ну, здесь расстановочка была достаточно грамотная, поэтому... Вот на марше, начинает выпинать Разор, марш, марш улетает Разор, дальше пушит линию. Эх, и бедный Нюкс, бедный Нюкс Асасевич. Ну, хочет он хоть куда-то пойти, кроме как, ну, уйти от своего тавера, но не может. Не может он, потому что Вивер у нас уже толстый бегает с линькой. Разор уже 1700 хп, его, по-моему, если втроем будут пинать, невозможно будет загангать. Да, они от ульты от одной отвалятся, пока они его будут пинать. Разор очень быстрый, Разор в случае чего еще барабаны есть, то есть он еще быстрее может встать при необходимости. И плюс, пока ты его будешь бить, тебя пассивка там будет торкать и ультимейт. Я уже не говорю о том, что он с руки там наваливает прилично. Делают у нас выход на Разор, Разор уже в одиночку начинает пушить верхний лайн. Arrow Gaming разделяется, понимая, что спидпуш надо контрить, и это шанс для EVP подраться 4 на 5. То есть вполне реально. Или же... Мне вот интересно, зачем Виверу на такой стадии игры Аегис? Вот его уж точно никто не сможет убить вообще никак с Линкином. Вот Разорчику бы отдать Аегис было бы неплохо, потому что он сейчас, скорее всего, будет быковать, там как-то навязывать драку. Ну, на самом деле, ты смотришь, да, на Разорчик, и понимаешь, что, по-моему, уже и не Вивера, и не Разорчика здесь не убить. Единственное, наверное, кому нужен Аегис, это аппарат. Ну, да, либо так. Ну, то есть... Дело такое. Ну, и Разор просто, он хотя бы будет какой-то дэмэдж принимать, драться, а Вивер, он с таймлапсом, с Линкином, как его вообще возможно убить? Принимается за Т2 Тауэр уже более серьёзно. Умница. Разор улетает. Умница, марш, начинает развалить ультимейт, подходит разор, отлично, ультимейт аппарата, маршу очень больно, маршу надо бежать. Бежать, ультаппарат, ну, скорее всего, выживет у нас марш, да. Да, выживает, но на самом деле больно. И на топе Тауэр они не сломали, вот так вот. На топе они не сломали Тауэр, но теперь есть небольшой плюс, то есть пропушен нижний лайн, пропушен верхний лайн, и теперь они, скорее всего, сейчас заберут вообще два Тауэра, потому что... Ну, Фурыч, он Некрад-3 себе прикупил, спирит пушить они будут. Пришли обратно, Тауэр там немного подхилили, но это не особо останавливает. Трансфурион плюс Никс. Да, ну тут, ну, если бы я даже добавил то, что у нас вообще такая связка по себе не совсем сбалансированная, потому что, и очень больно у нас Нюксу, Нюксу бежать, Нюкс подкапывает Вивера, подходит Волк, начинает у нас бить Лансер, Ланс бежать, Ланс убегает. Потом залез за Нюксом под Тауэр, получил там по лицу кучу дэмэджей и выжил. Вот я поэтому и говорю, зачем ему этот Аегис? Смотри, ну вот, сейчас увидим, зачем, начинает он развлекаться с Маршем, он его отлично харасит, подходит Рубик, дает Нюк, и пока он выигрывает время для своей команды, потому что МВП бегает, начинает нападать от нас на Вивера, начинает его прожимать, у Вивера есть ульт, подкапывает, Вивер умирает. Вот этот Виверочек сейчас, конечно, дедаул. Вот связочка уже начинает более-менее работать. У Ликана, как ни крути, ДПС очень хороший, в лобовую на него идти, будучи Вивером, там, сколько у него, наверное, тысяча ХП еле-еле набирается, не очень хорошая идея. Но айтемы, конечно, жесточайшие, Дезолятор, Линкен, на такой минуте Вивер вваливает уго-го, сколько дэмэджа. Да, и немножко завершим просвязку, это Фурион, Нюкс, Аппарат, это три герои такие, которые, вот, ну, Фурион, Аппарат гангуют, они летают по карте и хотят что-то сделать, а Тренд Протектор, он фактически не помогает им никак. Вот врываются у нас в Рейс Кинг, от него откидываются, начинаются... Начинаются мансы, Тауэр бьет в Рейс Кинга, нужно хоть что-то сделать, я не знаю, хотя бы переагри на себя, а только терять свой ультимейт. На ровном месте выкидывает стан, Никс, Азасин, Карапаси не прожимает, выписывает Манабёрт и всё равно перерождается здесь в Рейс Кинг. Никс, Азасин отъезжает, отъезжает также Тренд Протектор и заходит на Т3 Тауэр, будучи... А, даже по Т4 Тауэр пошли за Рубиком, развалили его за секунду. Ну и это вообще языкатка такая получается, в МВП могут, конечно, не сдаваться, но это мало что изменит. На такой минуте потерять линию и преимущество уже 14 тысяч по XP 15, шансы, по-моему, отсутствуют. Ещё один прыжок, стан, и вот уже Ликан под формой пытается убежать, вакуум стягивает, минус 2 сразу же. По-моему, Рубика там просто пришибло чем-то, бежал, стоял, стоял, упал. Били вроде Ликана, умер Рубик. Аганим уже почти имеется у Розора. Ну и пока у нас абсолютно верная игра Тэрогейминг, у нас дальше начинает продолжать нарезать. ВВП вообще думают, боже мой, что мы на пик или как вообще этим убивать, как вообще этим лайн выигрывать, да и в драке себя. А я с утра пораньше, пока у меня мозг не особо соображает, ещё сказал, что этот пик очень даже крут, я отдаю предпочтение ему. Я на самом деле сейчас мог бы сказать, что, мол, МВП слабенький, по скилу не потянули, но на самом деле реально пик не очень получился. Пик-то может быть и хороший, но вот как этим пиком отстоять против того, что было у Ару Гейминг, непонятно. Не, ну тут я могу сказать, да, вот добавить такой момент, что таким пиком надо двигаться. Если ты приходишь волком на лёгкую и ты добиваешь двух крипов там за три минуты, то это как бы да. То есть волк, он у нас может пойти в лес, волк у нас может пойти в центр, волк может пойти в хард, волк может пойти вообще куда угодно. То есть лишь бы он двигался и заставлял двигаться противника, потому что чем больше двигается противник, тем больше выигрываешь ты, как у нас забирает Розор в очередной раз. Тренд? Как он вообще тут оказался? То есть фактор того, что тебе нужно двигаться при проигрывках онлайнах, он очевиден. И вот единственная очень такая сильная фьючика была, это то, что у Рубика он не убежал даже под следующим. Рубик там вообще разваливается за 2-3 тычки, ему больше и не надо. Единственная вот именно слабость была в МВП, это Розор, против которого было стоять нечем. То есть он выигрывает как у Нюкса, так хорошо стоит против Фуриона. Ну и единственное, что здесь нужно было с большой вероятностью Фуриона стоять против Розора, потому что так Розор, Фурион имел бы хотя бы какой-то шанс. А на харде бы Нюкс потерпел или пришли бы треплой к Дарксиру. Ну Нюкс бы на самом деле там даже не особо-то терпел пару монобернов описывать Дарксиру и тот уже остается без щитов. То есть он бы еще более-менее адекватно отстоял. Да, и вот эти вот буквально 4 минуты, которые у нас в МВП бездействовали, думали они что делать, потому что действительно когда ты видишь таких героев вообще Розора, и которые выходят не так часто, да и свою комбинацию, ты не сразу понимаешь. Но когда они пошли, было уже поздно. Дарксир получил там критический левел, что он бы уже стоял хоть против троих. Розор тоже получил левел и он бы уже там нагинал того же Фуриона в один на один. Ну и теперь нужно МВП. Я даже не знаю, что нужно МВП. В МВП нужно просто писать ГГ и начинать следующую карту. Или чтобы помолиться на то, что ЭРУ у нас, не знаю, встанут АФК на 20 минут, и за 20 минут они каким-то образом смогут найти 25 тысяч на карте. Что в общем-то тоже... Ну если вдруг ЭРУ гейминг начнут как-то ошибаться, то да, шансы есть затащить, потому что все-таки пуш-потенциал у МВП очень жесткий. Тот же Лекан даже без айтемов, вот 13-ая минута, 13-ый левел, есть только БКБ Владмирс, но даже с такими айтемами он может спушить Тауэр за секунду. Уж такой это герой. Да, начинает пушивать Тауэр у нас, рывается Роскинг по Т4, его начинает останавливать, Некробук его жгет, причем жгет очень больно. Все, маны не осталось, его сейчас должны по идее забрать. Да, так и есть, выпадает ГЕМ, Разор переключается сразу на тренда протектор, юзается ультимейт, Разор вытянул кучу дамага, и пошел обрушивать этот эмэдж на МВП, или на бараке. Да, вот он Рубика сейчас заберет, Никс выписывает Станман на Берн, ХП не так много остается у Разора. Разора пытаются, пытаются там застрелить, ты ж посмотри, сейчас еще Разор убьют, да, это минус. Потеряли Вивер в это время, тоже остался без маны, дерется, Фурион, тоже до конца гейминг, Дарксир убегает, ну а Виверочек разваливает остатки МВП, и это ГГ. Да, ГГ 1-0, просто чудовищное давление со стороны эров, абсолютно. Ну вот это игра, в которой команда показала то, что если мы получаем преимущество, мы это преимущество доводим до победы, и не нужно против нас вот так вот ошибаться по лайнингу. Так как, например, те же Оранж, это опять же камень в их огород, имея преимущество такое, при котором проиграть просто стыдно, они проигрывают, причем проигрывают так, что тут нельзя сказать, что противник что-то для этого крутой сделал, там один игрок что-то делал, да, молодец, но один игрок кто-то не должен тащить, это командная игра. Да, поэтому молодцы, молодцы эров, просто радует глаз, не зря они добрались до плей-оффа, и я после вот этой игры полностью могу сказать о том, что команда, если попадет на интернешнл, попадет туда заслуженно. Да, тут бы я еще сказал то, что МВП, вот тут пароль как-то есть у нас лобби, нет? Ну, пока лобби еще не создано, нам показали статистику, DDZ нанес 19 тысяч демедж, это, конечно, очень много, плюс вивер 12 тысяч, ну, все, все повоевали, единственный герой из МВП в этой статистике это Фурион, который там своими ультимейтами, само собой, наносил этот демедж по героям, и достаточно много, но толку от этого не было, то есть вот эта комбинация, Аникс Ассасин, который в миде быстро поднимает левел, находит какого-то там сладенького, убивает его при помощи там той же ульты Фуриона, просто-напросто не было, ни разу за всю игру не было ни единого ганга, и сделать МВП просто ничего не могли, нам показывают количество смертей, 10 у Рубика, 8 у Никса, Никс, который был медовым, вот столько раз умер, Фура умер всего два раза, Лекан, Трент, вот Трент у нас тоже был совсем загульный, по карте он постоянно, Не знал, как перемещаться, я говорю, вот в начале игры, если бы лайнинги не были настолько суровыми, я думаю, все-таки МВП еще бы смогли показать более достойную игру, а так, когда у тебя все три лайна с огромными проблемами, Лекан вот когда умер первый раз, а переместился он на ботом-лайн, в надежде, что там Дарксирушка его там как-то не будет наказывать, А у ДС был уже оверлевел, оверфарм, он этого Лекана начал прогонять, и тот был вынужден пойти в лес, а в лесу тоже долго не пофармишь, так как тебя по всем линиям прессингуют, и вместо того, чтобы ты ломал Тавара, тебе ломают Тавара, и черт его знает, как в такой ситуации действовать Также я от себя добавлю то, что у нас МВП славились тем, что они брали вот именно в выигрышных играх это замесы, то есть сплитпушем они не играли вообще никогда, я вот, ну вообще играть сплитпушем это очень тяжело, вам нужно понимать, где двигается противник, вам нужно думать, как он, уходить, мансить, разводить, и это на самом деле огромная работа, а если вы вот только начинающие команды, то тут лучше брать то, что они брали до этого, просто замесы Тайт Хантеры, которых они вот очень любили, Эншинт Аппараты и все остальное, что действительно вот навязывают свою игру, и в итоге МВП пока вообще не в своей тарелке Ну я еще скажу о том, что бан Банши, может быть, немного их смутил, потому что МВП очень часто пикают для марча именно Баншу, вот, чтобы тот на этой Банше стоял, ну, и фармил, и пушил, вот, но вместо этого Баншу забанили И в итоге пришлось игру как-то немного перестраивать, ну, и как ты и сказал, вот эти сплитпуши и все такое, ну, может быть, они сплитпушем и не играют, но как минимум с Баншей любят, то есть они хотели, наверное, укрепить свой пуш вместе с Ликаном этой Баншей сверху, в итоге пришлось брать какого-то Никс Ассина, с которым у них ничего не вышло Потому что в миде Никс Ассин реально смотрелся так, как будто он не планировал туда, в принципе, идти изначально Ну, он вообще смотрится при проигранных линиях так себе, потому что бежать банально некуда, ты бежишь к людям, которые левел такой же, как ты, тебя союзники вообще никакие там имеют под сапогой В итоге Ганго тебе нечего, нечего, бедный жучок Это самое, да, вот у Никс Ассина в этом плане все очень печально, он не может, как какой-нибудь, например, любой другой герой в миде пойти просто пофармить, да, например, взять того же Пака Ну, не получается Ганго, такое тоже бывает у Пака, пожалуйста, ты можешь пойти пофармить, есть Арба, есть Рифт, есть там какой-то Даггер, с которым ты заэскейпишься и так далее То есть этот персонаж, он более гибкий, а Никс Ассин, если пошел в мид, то у него один путь, это Ганготь, убивать, убивать, еще раз убивать В общем, тут просто можно придумать, что вот можно было сделать товарищам, то есть учитывая, что у нас был Разор, который контрит фактически любого героя, то самое верное, это поставить в центр Фуриона Все-таки его пеньки, они бы позволяли ему добивать какое-то количество крипов, даже если Разор высасывал какой-то дэмэш, да и к тому же Харсицевого Разора Все-таки у нас герой, который имеет 1100 хп и еще 40 урона дополнительно в виде тренд протекторов, он не так-то прост, плюс он мог бы спокойно помогать Нюксу на сложную, если бы Нюкс ставил против Дарксира и трипле сверху, потому что там бы Фурион у нас имел поудобнее расклад Или же наоборот, просто Нюкса наверх терпеть против трипл лейна, чтобы он выиграл время, а Ликану, Тренту и Рубику бегать То есть ставишь Ликана низ, Дарксир у нас пушит лайн щитками, если он стоит, у тебя есть Рубик, у тебя есть Трент протектор И если Дарксир подходит добивать крипов, то эта вся туса наваливается и под криком волка его забирает То есть это один из самых благоприятных раскладов, которым бы у нас MVP действительно стояли шикарно Потому что Нюкс хорошо терпит против Рейскинга, Фурион отлично помогает ребятам снизу И в итоге бы у нас аппарат с Рейскингом начали бегать Но бегать на Фуриона в центр это такое, если дело, потому что он может разведывать пеньком, он может просто уйти в лес свой Может делать вообще что угодно, то есть Фурион это вообще последняя цель, которую можно загангать именно на ранней стадии Поскольку высокий функционал у Сиегера А снизу, если бы они начали перетягиваться, ну не вопрос, они могли просто сделать ТП и полететь наверх То есть можно было вообще что угодно делать То есть играть надо слишком мобильно, но это нужно понимать вот с первой секунды и так действовать А это на самом деле, я считаю, хай-левел дотов, которые вот играет, наверное, какая-нибудь команда ДК сейчас на данный момент Ну да, и вообще MVP и Arrow, вот сравнение по скилу, как бы ты сравнил их? Ну я скажу то, что Arrow четко понимает, что они хотят Они приходят на триплэйн, они видят свою задачу, они ее делают Когда я увидел, что MVP пришли на триплэйн, я не понял, вот что они хотели сделать Четыре минуты, допустим, зачем Рубик вообще подходит То есть, ну, обычная ситуация, то есть по личному скилу тоже, что у нас Arrow пока что сильные Да, я заметил то, что MVP адаптироваться вообще не могут под ситуацию То есть если вдруг что-то пошло не по плану, у них есть какой-то четкий выстроенный план Мы пойдем триплэйн на изи-лайн, Ликан там нафармит айтемы, Никс подымет левел, Фура подымет левел Мы, Никс плюс Фура будут комбинироваться и гангать А в это время Фурион еще, ну, то есть он пришел за гангл, Фуриону много времени тратить не нужно Он очень мобильный, он может как гангануть, так и через секунду уже пойти и пушить вместе с Ликаном Ликан может их соло пушить, плюс у них есть возможность забрать Рошана, так как они за сторону Дайр То есть вот такие у них планы были, а когда у них проигрывает линия на топе, проигрывает линия, ну, линия снизу так себе стоит В миде тоже линия проигрывается, они не могут перестроиться, найти там нужный момент, перестроиться и как-то хотя бы попытаться Попытаться улучшить те условия, потому что когда ты видишь эту картину, ты понимаешь, если у тебя три линии проигрывают То ты, это автолуз, нужно либо что-то делать, либо сразу писать ГГ и не продолжать, так как смысл продолжать игру в таких условиях Следовательно, вывод, который мы легко делаем, это то, что MVP у нас умеет играть 3-1-1, при том их триплайну нужно стоять против одного героя Потому что если к ним приходят три героя, они вообще не понимают, что делать То есть, как мы видим, просто отсутствие полное в плане координации и перемещения Ну и, соответственно, да, им трипл надо делать такой, который не проигрывает в случае, при котором вот вражеская команда тоже ставит триплу против тебя Всегда, конечно, можно сильнее триплу сделать, это такое И опять же, да, команда, которая по скилу выше, которая себя уверенно чувствует, ведь поставить триплу на харду, это не всегда Ну, не каждая команда осмелится И ребятки из AeroGaming показали характер, не испугались Ну, опять же, у них трипла была сильнее элементарно, там, того же Рубика, которого бахнули на первой минуте В принципе, было ничего, не было в этом ничего удивительного под чинилинтачем Шукучи и плюс две тычки, это все Ну, на самом деле, я бы даже добавил, что вообще, когда ты видишь виверы и аппараты, первое, что приходит на мысль, парни придут к тебе Потому что это одна из сильнейших связок на ранней стадии Когда они после этого еще добивают пик Рубиком, который, вот, наверное, ну, вообще не сделает на этом легком лане ничего То ты сразу понимаешь, что ребята, по-моему, просто первый раз видят такое Возможно, они против подобного еще не играли Верли в тренд протектора, который выйдет на первом левеле и даст кому-либо семечко И они запинают его с руки, но, увы, это демо не хватило Франца еще понимают, что их ждет, то есть они вроде видят вражеский пик Они даже, я бы так сказал, они видят свой пик, но не видят то, что будет делать оппонент Вообще, MVP Phoenix это команда, которая сделала достаточно большой прогресс Имея в виду за последние, там, сколько они вообще существуют Они, по сути, то существуют вроде не так долго И на корейской дата-сцене там показывали результаты Я не слежу просто за всем этим, само собой Вот, но могу сказать, что это единственная команда, на которую, когда ты смотришь, тебе не хочется ее хейтить Так как эти ребята учатся и делают, ну, большой рывок, они прогрессируют А когда смотришь там на каких-нибудь минески или нет, мистрасты, например Которые уже играют в доту больше, чем она существует И играют вот так вот, как они сейчас играют То вот этих ребят похейтить хочется Потому что они, как по мне, вообще, в принципе Вот, из вот этой квалификации На квалификацию позвать максимум можно было команды 3-4, не больше Например, Оранжей я бы даже на квалификацию не пустил Посмотрев, покомментировав этих ребят, они в доте вообще ничего не понимают С таким же успехом на квалификацию можно брать еще и любых людей И пусть они участвуют Вот это International за 5 миллионов долларов и уже скоро за 6 будет А приходят ребята, которые в доту играли два раза Как по мне, вот Valve должна обратить на это внимание И делать квалификацию тогда какую-то более объективную Например, в Европе есть гораздо больше достойных команд Опять же, как на фоне этих команд они достойнее, гораздо достойнее Там любая, мне кажется, европейская команда Какие-нибудь релаксы Вот эту квалификацию взяли бы на раз плюнуть Ну разве что вот Arrow Gaming бы Боролись бы Да, а остальные это вообще не игроки Это в принципе не уровень То есть эти ребята MVP Phoenix молодцы Вот MVP Phoenix, они только учатся, они молодцы Все остальные, которые играют в доту уже там по 5-6 лет, а то и больше И вот так вот играют Баншу, ульта заканчивается, они идут дальше пушить и умирают Наги иллюзии в кулдауне, они 5 раз подряд сдохнут, а потом до них доходит, что... Ну мы вчера это рассказывали, поэтому у нас сейчас есть время И... Мы расскажем вам это еще раз Похейтить это дело такое Ну а отметить, отметить, что можно Отметить можно игру Arrow Gaming, которым на халяву достанется, я чувствую, слот на International А там тот самый неоценимый, драгоценный опыт Ну еще рано на самом деле говорить, потому что... Забегать вперед, да Кто знает эти азиатские квалаты, что мы только не видели Я думаю, что тут уже мало что может повлиять, но если MVP Phoenix вдруг как-то соберутся, выиграют Я не огорчусь, молодцы, если они это смогут реализовать Реально вот в верхней сетке две команды, которые... Ну вот ничего плохого, про них даже язык не поворачивается сказать Но будет у нас еще сегодня игра в 10-й сетке Которую комментировать будут, скорее всего, другие комментаторы Вот тогда-то они оторвутся Да, будут у нас минерские против Мистраст играть Ну а команда, которая выиграет в этой встрече, попадает уже 100% Едет 100% в Сиэтл В качестве либо участника, либо команды, которая поборется за слот То есть обеспечивает себе, как минимум, возможность попасть на The International 2014 Ну и стартует у нас вторая карта Я думаю, сейчас будет небольшая перебивочка И вернемся к вам уже непосредственно к игре Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!